Антисептик, маски и дистанция. Три кита, на которых держится работа в краевом центре крови. Доноров действительно стало меньше, но они не исчезли, несмотря на коронавирус. С мерой предосторожности здесь все строго даже на входе. Вот нам выдали халаты, одноразовые маски. Мне запрещают приближаться к оператору как минимум на полтора метра. И обязательно нужно мыть руки. Также антисептики стоят на каждом этаже. На полу разметка, на диванах напоминание соблюдать дистанцию. По словам сотрудников центра крови, количество доноров уменьшилось вдвое. На первой неделе самоизоляции ситуация чудом не стала критической. Мы не допустили критической ситуации по наличию запасов. То есть нам удалось пережить это и пережить достойно. Будем надеяться, что в дальнейшем подобного не произойдет. Через смс-сообщения, через сообщения по ватсапу, телефонные звонки. Это всегда у нас было. Сейчас мы, конечно, эту работу усилили. И у нас до нескольких сотен звонков, ежедневные сообщения отправляются нашим донорам. И мы их приглашаем. Центр крови работает по обычному расписанию. Донорам выдают специальные справки, чтобы у них не возникало проблем с перемещением по городу. На улице всегда есть заразиться. Хоть из дома можно заразиться, хоть где можно заразиться. Это никто не застрахован. Нет, не страшно, потому что в центре крови тут все хорошо обрабатывается, персонал вежливый и соблюдены все нормы. То есть вообще-то вирусы появились, но не здесь? Здесь точно нет. Постоянно, если просят, если как-то так, и свое желание, конечно, сдаем. По одной простой причине хочется помочь народу, хочется как-то, тем более в нашей ситуации. Очень много больных детей, которым тоже требуется наш тромбоконцентрат, и как-то стараемся. Несмотря на то, что медики сейчас изо всех сил борются с новым вирусом, старые болезни не отступили. И многим пациентам в Алтайском крае нужна донорская кровь. И сдать ее можно без опасности для здоровья. Дорида Миллер, Александр Антропов. День с толком.